Марго! Марго Амель Абдусалам! Марго Амель Абдусалам! Марго Амель Абдусаламов может навсегда остаться в коме. В воскресенье в затяжном 10-ти раундовом бою с кубинцем Майклом Пересом он получил тяжелую травму головы и после перенес инсульт. Вообще его отец подошел сразу к моему отцу, он не стал там никого отправлять. Он просто сказал, вот у тебя дочка, у меня сын. Наши родители были знакомы, папа. И он вот сказал, типа, вот можно было. Я не знаю именно то, что точно он сказал. Ну, короче, он сказал, у тебя есть дочка, у меня сын, и мой папа растерялся такой. Я, говорит, подумаю, я поговорю со старшими. И вот папа прошел домой, получается, и мама, говорит, вот так, вот так. Позвонил своему брату старшему, он, говорит, вот так, просит друга, друг как бы для сына. И я помню, мама мне такая, бака, говорит, там сатывается, говорит, сосед, твой его одногруппник-брат. Я такая, какого? Не одногруппник, а однокурсник-брат. Говорю, какой он? Говорит, Абдуслава. И я такая, я говорю, как, типа, кто они, чего они, я не знаю его. Ну, говорит, увидишь, успокойся, типа, увидишь, посмотрим. И, ну, вот, и настал день, когда я должна была его увидеть. Это, говорит, индийский фильм. Я помню, через дорогу как раз он переходил, и мне, говорит, вон он, говорит. И он идет такой, в белой рубашке, как индийский фильм. В белой рубашке такой, с коротким рукавом, ветерок был, такой ветер, и рубашка там, пар-пар-пар, и целый. И, как говорят же, как в индийском фильме, у тебя музыка вышла, зазвенела. И такая, ну, типа, нормальный, такой симпатичный, он такой здоровый, высокий парень. И я маме говорю, ну, не знаю. И мама такая, окей, понятно. И папа говорит, она молчит, значит, нормально. И вот потом, получается, папа мой сказал, ну, мы, типа, согласны. И вот они пришли засватать с семьей все. Я его увидела тоже через окно, там, мы как бы не общаемся, у нас не общались. И у меня папа был очень строгим, он бы ей не разрешил. И вот так мы засватаны были, наверное, несколько месяцев недолго это было. И мы поженились 18 сентября 2004 год. И с тех пор вот сидим, сидим и радуемся. Играет музыка. Играет музыка. здрасте ну это наш ленингрум это зал мы тут сидим когда у нас проходят гости собираемся играем пазлы собираем это наша кухня это стол это как от кухни тут мы кушаем завтракаем столовая когда они грунт здесь когда уже проходят наши гости вы собираемся часто собираться праздники устраивать такой данный гром я тут готовлю я люблю большую кухню я хотел еще больше но пока мы остановились на это это наша спальня с магой это мой мага знакомьтесь делайте что пожалуйста мага микрофон за что смотришь железная улица исторически да мага любит смотреть фильмы особенно любит смотреть на диски фильмы еще он любит плакать вместе с ним до это наша спальня мага здесь проводит время отдыхает когда он на тренировках он на тренировках а так находится тут как бы да да он смотрит вообще он на дня даже свой бой смотрел дети сидели смотрели его последний бой когда я говорю зачем ты смотришь все последний бой он все время я горд ищу свои ошибки техника у тебя да по-моему она тебя всегда хромала он вообще был удар он за счет удара выигрывался все бои быстренько на втором раунде до в основном было что-то было и на четвертом по-моему на первом тоже а в основном на первом даже было восемнадцать получается боев еще когда за россию ты дрался не ну вот моя только смотрел прямую трансляцию на выходе на свои тренировки вечно с большой сумкой проходила я в вещи там это все как бы я не видела его ни тренировки и чего-то там дагестане но нет он летал тоже в разные места вроде бы тоже тренировки у него были в разных местах на и на боях я не была ну так просто что он каждый день на тренировках такого прям ну я конечно я боялась я думаю я вообще хотел чтобы он бросил бокс ну это я хотел он хотел продолжать закончить уже и как бы профессионалы потом переходим кстати вот это недавно а вы в курсе мы вот выиграли вот это вот недавно мы выиграли фэмили года макэм тадусамов и фэмили 2020 как типа фэмили года мы нам вручали его в этом на манхэттене там все бы боксерская ассоциация все там были круче пригласили нас а этот поезд давай маг ты сам расскажи где ты его как ты его выиграл как выиграл с кем дрался давай ты сам об этом же помогали это в этот же дау как его зовут помнишь последний раз когда мы были президента да да вот мы были это где-то года полтора назад да где-то будет ну да двадцать первый год и вот это вот да он тебе тоже отправлял когда ну ты не знаешь когда вот это с ним случилось по-моему вот это тоже как раз он отправил а это вот мухаммед али по-моему это было мухаммед али отправили столько да это все крутой запутался так много всего мы ехали как раз дома у нас не было у нас нашей машины мы были на маршрутке ехали домой и два парня сидела за рулем и рядом парень и я с мага сзади сидели и мага сказал остановите он остановил как-то резко и мага который вставал им чуть вперед так его он такой нормально останавливаем он такой как хочу гор так и буду останавливать маги и тут мага выходит давай горд выйдем и я теперь он нет этой большую сумку магину вытаскиваю с маршрутки смотрю они дерутся просто мага 1 убьют сзади другой вот так просто я начинаю кричать оставьте у моего магу собирается куча людей на нем кровь я помню я такая плачь кровь на тебе и там кто-то не плачь сестренка это не его кровь от этих пацанов кровь это все равно я позвонила папе своему его папа приехал там короче все подъехали все нормально всех короче домой поразогнали и мы зашли домой его папа тоже поругал он говорит такие вещи не делай это опасно могли нож вытащить это то как бы конечно был такой случай да я тогда очень перепугалась это был первый раз когда он передо мной подрался ну конечно перед женой дерется он был там терминатором хорошо подбил так нельзя говорить но он защитил себя это чисто для детей я сказал быть вы можете делать что хотите как хотите когда проходят подруги и все я говорю все пошли бейсмент я купила этот дом специально с бейсментом чтобы для детей когда гости дождите и проходят я бы из над купила для вас все в бейсмент ну тут подвал это вот это жилой этаж что-то можно спать жить телевизор у нас кстати еще попугаи и у одного буся и другого микки это получается у нас буси ой да и он такой он кусается очень сильно и он орет очень громко я его боюсь он кусает вот этот более такой спокойненький он так не кусает спасибо идем спасай маму какой танцует она с девочкой танцевал это микки и буся тоже наверно примерно понимаете почему микки и буси мага и бак у нас везде даже присутствовать он начал летать его не было по два месяца это было не весело для меня я страдала там тяжело я получается в положении у нас маленькие детишки на то 2 появляется и ну появились уже получается и даже его не было на выписке нашей второй дочки потому что он был тоже в америке где-то отсутствовал и по два месяца он улетал да это было тяжело конечно потом мы старались сделали визу мне мне а первый раз мне отказали визе в америку потом не дали визу и я прилетела с ним первый раз на два месяца без детей 2010 год это был первый раз я прилетела в майами мы два месяца побыли мы вернулись и потом открыли детям тоже визы и уже прилетели где-то вот конец наверное того 2010 года мы уже в лос-анджелес прилетели с детьми уже было лучше что он возле нас он тренируется там уходил на тренировки проходил мы ходили гулять но все равно активная жизнь была мы просто так не сидели хоть у нас маленькие детишки все мы весело жили или, вы знаете, просто fooling around with him and my sisters or even like memories there's one specifically that I really love it's we were in Miami actually and they we we lived in like this apartment building and it was near a lot of like shops and cafes and ice cream shops basically so we were at the ice cream shop and in Miami it could be sunny one second and pouring rain the next so we were stuck there while it was pouring and the rain doesn't didn't look like it was topping soon so we decided to make a run for I had a little like kids like pink umbrella that I used to cover me and my sister so as we're running for it my mom's with my little younger youngest sister she's still a baby and my dad's like running and me and my sister trying to cover ourselves with like this little umbrella and my dad's like yelling back he's like pass me the umbrella and it's pouring say pass me the umbrella I'll make it so both of you are covered because even if we're holding it we're still getting wet and then I'm like oh no he's like he's lying and then he's like come on and pass it to me and we're still we're still running and I'm like oh whatever maybe he will fit help us I give him the umbrella he grabs it and starts sprinting forward with his little kid's umbrella over his head like imagine like a six foot three man his two kids like running for running it for him like against for revenge and him like sprinting with this little cute little umbrella and it'd be like all these things like memories and he has a really good memory so это вот наше патимат комната такая маленькая как она она уже здесь розовая такая нежная миленькая холёсенькая красивая как сама патима даже почему эта комната наша средний дуб от у нее такой более все серенькая более серебре такое беленькая живом у старшей дочке в комнате как раз есть вот это комната подожди почему этот комната старшей дочки это вот у нее библиотечка маленькая всякие книжки немного компьютер она вот и вот у ее рисунки она рисует это правда играть на мне не нравится вот она много она прячет эти рисунки все она гормини нравится мне не нравится есть много альбомов ты на леса вот это вот она сегодня утром рисовала не знаю что это не знаю просто вот дело что-то тоже всякое такое когда твой муж дерется это очень волнительно это очень страшно я готова была сама бежать на регидрация это просто тебя трясет руки трясутся сердце вот-вот убежит от тебя это но очень нервозно это стресс за такой стресс но он то сказал аллах он это был делал быстренько и уходил оттуда но это все равно мы успевали понервничать там и он знал что я там и он старался быстро закончить бой что вот после я была три раза получается на его боях и он уже потом сказал знаешь что давай ты будешь дома потому что я знаю что ты там я чувствую как ты нервничаешь и мне хочется быстрее закончить и как бы для меня тоже чуть тяжело что знаешь что ты там еще тоже нервничаешь с ума сходишь последний раз даже на бою были дети наши и она кричала папа уложи его даже по моему где-то на тубе прислушаться можно услышать детский голос папа уложи его накричит и он это все равно чувствует знает на него смотрит и чуть-чуть и ему наверное как-то нервозно поэтому вот три раза я побываю сказал давай лучше ты дома побудешь я куда мне тоже так же нормально потому что но очень это стресс это вообще очень тяжело наблюдать за этим все ну ну я вообще всегда хотел чтобы он устал этот бокс потому что но я я боялась всегда были случаи что кто-то умирал и ты же это все слышишь равно я ему тоже говорю давай оставим и мой отец тоже говорит оставишь мы найдем те работу устроишься а его отец ему сказала нет и не оставляешь ты идешь дальше драться я помню тоже он сказал папа не разрешил мне не буду драться давай тогда чего могу сказать папа рассказал ну конечно но я не хотел и он тоже чуть устал ну как говорится что суждено то и наверное будет как ни крути как бы я не хотел он пошел драться с магомедом мы познакомились двух тысяч может девятом году по рассказать в америке мы познакомились когда еще он начал приезжать выступать он же постоянно снижил и двух тысяч девятом десятом году может быть на бои ездили с друзьями с темляками там встречались так потихонечку познакомились близко мы начали с магомедом общаться последний год до этого случая и так мы общий язык нашли мы соседние селение там общий язык там он очень добрый парень и часто начали друг друга ездить я к ним ездил майами когда он переехал жить семьей и последний год только близко сблизились общение я к нему гости ездил майами отдыхать он приезжал гости поехали с детьми там майами саутбич и где-то там именно что за место точно не помню с детьми там учили детей купались вместе мага я и дети были с маги на очень ночи до сих пор живу вител он жизнерадостный шутит любит всегда приколы свои своеобразные могу чем интересный да дай-ка эту руку ты почему пау не не у нас вот как раз как я забрала домор вот через восемь месяцев реабилитационного центра у нас постоянно да у нас еще было много бассейна сейчас просто не так часто реже входа и холода и раньше я ходила девчонка кто мне помогал с этим не было удобно что девчонка мы вместе в бассейне обратно а сейчас за то что как бы пацаны ничего не очень комфортно досиделать и он сам очень такой чувствительный к воде и он все время ну что вот холодная вода бассейне все равно холодная вода поэтому мы больше сейчас как бы джимми а так не охотим пассейн тоже девочки будут смотреть тоже подружки можешь попасть им то что ты любишь делать а на риге как ты делал на ну надо же кирт моим фанатами про она там обязательно надо ну и бачка выпрямляйся 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 вот этого не вов тебе маг ты чего сотри на него да точно это я сделаю вот стали выпрямись выпрямись подбородок вниз вау вау это что вы что все знали там пятьдесят пал память такие дети вспоминают это часто мы там то на роликах учились кататься там то мага купил велик сзади с этим как знаете только прицепом до корзину в эту корзину меня и детей закидывал и сам на велике крутил дети это часто вспоминают для детей вот самые такие яркие моменты помнишь как папа нас там катал всех закидывал меня даже туда закидывал и мы вот катались по улице там то на роликах он меня учил там кататься такое бы сюда же положение на ролике ну мы такие были что-то все время делали мы не скучали не хорошее время там самое наверное такое веселое интересное время у нас было там потому что там только вот он и мы семья как бы когда в дагестане конечно это хорошо тоже там там друзья туда пойти сюда пойти как-то без нас а тут он все время с нами и поэтому для меня это наверное было очень важно как бы сегодня махачкалинском аэропорту встречали и чествовали боксера тяжеловеса магомеда абдусаламова вернувшегося с победой из америки талантливый и перспективный боксер тяжеловес магомед абдусаламов на профессиональном ринге одержал 15 побед без поражения последний бой состоялся в лас-вегасе с американцем морисом байерман и завершился нокаутом в начале второго раунда тем самым магомед защитил титул чемпиона по версии боксерской ассоциации wbc с я хочу вас поблагодарить за теплую встречу огромное спасибо вам я буду также дальше на мировой арене представлять нашу республику наш город нашу страну и буду также стараться защищать поднимать наш лак да тогда встречали его помню в аэропорту наш мэр города приезжал там музыка танцы родственники друзья много очень людей было тогда но все были счастливы поезд привез да все были довольны ничего радовались пусть он до сих пор лежит и дети им в школу вносятся иногда показать не ну мне нравилось не ну я была счастлива что он выиграл но мне не нравилось вот это особое внимание с какой-то стороны там наверное женская потому что тоже там все а я-то ревнивая мне это неинтересно было и вот мне это не нравилось а все остальное мне нравилось внимание слишком смотря от кого что-то неинтересно что-то 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 1, 2, pop pop, and then reset Pop pop, leave with the front hand So this hand first, that hand first Pop pop, good Pop 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 Bounce and reset, okay I want you resetting in between and going again Alright, 4 straight punches Ready, in 5 4, 3 2, 1, let's go Full extension in the arms Full extension in the arms, good Do it again, 1, 2 1, 2, pop, 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 good 1, pop, 1, 2, 1, 2 Jump, good Follow me, yeah 1, 1, 2, hook 1, 2, hook, yeah, ready Good, again Nice hook Give me a hook, hook, jump Good, 4, hook, jump Jump, good Like I love doing like burpees, sit-ups, push-ups, and punches And punches It makes me like strong and healthy and makes my family happy and me happy Well, I do boxing for tennis But I also like boxing So it's like the same It's like the footwork, the punches Or like the shots in tennis My favorite one is still my father I can't choose Who's the second one after your father? My father Who's the third one? Me Yay Well, as Maga said When I box Maga sometimes I watch before her Greg She boxed She boxed And I said Maga, how are you? He said It's cool She's slow She's fast And I even asked She's better than you She's better than you She's better than you She's better than you And the technique She's better than me Well, for me Maga is always the same But then Our mother We do it 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 When my youngest I'll beat She's better Well, how good I cry I'm talking That's why I'm not waiting I say You're going to struck me You can go You're going to then I'll beat you Yes, you'll be Well, he's good Well, it's good I say Yes, yeah You can Max That's why He's good He said A guy's jer I got He's good делай вторую, и мне интересно это все было, и бокс, а вот младшая она прям любит это, она любит на этот класс ходить, она enjoy, ну как бы ей нравится это очень сильно она, и она у нее получается хорошо боксировать, ну конечно я ее не отдам ни в профессионалы, ни в любительские, ничего, это будет как бы для нее, и это первый спорт для тенниса там, потому что тоже вот вот это все, движения какие-то баланс, вот это все как бы для тенниса, то что нужно поэтому она ходит на бокс тоже, и танцует она танцует вообще, она больше к теннису, я ей тоже говорю, теннис, тебе надо быть теннис, ты должна стать первой ракеткой ты должна стать этим, тем знаменитая, такая, да мам, да туда-сюда, и бывает она иногда говорит, ой опять теннис, и можно сегодня не пойду, я говорю давай, говорю, я отменю ты не будешь ходить, все, тогда не надо больше ходить, я не буду тратить время деньги на это, все, оставляем, я она сказала, нет, я иду, и стыд идет я тоже шантажирую, я говорю, все, оставляем не ходим тогда, я деньги экономлю, но он опять, ей нравится, она спортивная маша, у нее получается, это хорошо последний бой, когда он прилетел я даже, кажется, их встречал там, ну, я уже близко с Магой общался, до взвешивания места были я, ну, к нему заходил, особо до боя особо же не парить ну, не общается, старается его отдельно держать, ну, я заходил, общались, что ему нужно тоже, ну, приносил, спрашивал как, и до боя, кажется, даже у меня собирались все толпой, да, ко мне все приехали в мой дом, где я жил там хинкал приготовили сами чабанский называется наш покушали, его папа был, брат был, друзья были, все собрались покушали и уже на следующий день Магомеда Бой был как он прилетел сюда, в Нью-Йорк с того момента я с ними был ну, что им нужно, там, друзья прилетали, там, его брат был, папа был родственники были его сестры ну, из Магины зитя, получается он один и два были один и с ними вместе, что им нужно все делал, рядом был общались, стояли до конца до боя, после боя часто мы, между прочим, вспоминаем это особенно вот, когда он уходил ну, ночью, я помню мы собирали его сумку как бы, говорили все, он такой говорит, так устал вот, не знаю я говорю, если ты не хочешь выступать, отмени бой и оставайся дома нет, я пойду, надо честно говоря, у него было что-то такое желание даже не ехать на этот бой но так как бы, он не сможет его ну, он бы не как бы не отменил бы он, конечно, поехал туда я вот помню хорошо, когда он уходил это было где-то у них был утренний рейс где-то часов в пять утра где-то пять было еще все спали такая тишина везде мы жили в квартире там снимали квартиру в Майами и вот он вышел я помню из квартиры мне отсюда я стою возле двери и он такой уходит и там лифт недалеко он такой махает такой улыбается давай, пока там вот этот вот момент как бы, знаете, такой зафиксировался в голове вот, постоянно вспоминала вот, думаю, я тебя увидела тут как бы, момент последний раз таким, да, живым ну, здоровым не живым, а здоровым и вот это вот помню, да был такой момент что что он не это но и она не она не она и она и И ему пофигу, главное, со мной. Он мне говорит, когда мы на свидание пойдем? Давай, говорит, в ресторан только ты и я пойдем. Чья, говорю, Мага, хочет на этот... Романтику. Романтику. Сейчас придет Аминуа и поможет нам его поднять на кресло, и мы поедем. Романтику. Романтику. Ну, вы знаете, мы в этом кафе познакомились с Бакой, абсолютно случайно. Русский язык соединяет, естественно, всех, неважно из какой страны Советского Союза мы приехали. Но Бака супервумен, таких не делают. Я не знала, что такие женщины бывают. Она спасла мужа, вытащила с того света, за уши, на своих вот этих массюсеньких плечиках, вынесла, выдержала это все. Я не знаю, как она это смогла, откуда у нее эта внутренняя жизненная сила, энергия, любовь к мужу, которая другая бы развернулась, сказала, я все получила и ушла бы. Мы вчера уходили на ужин, у него поднялась температура, она нервничала весь вечер. Весь вечер она нервничала, что поднялась температура, мы ее еле-еле успокоили. То есть, таких же он не бывает, их не делают больше, видимо. И, ну, супер-супер герой. И Маге повезло, что вот рядом с ним такая женщина, волей судеб, рядом с ним такая женщина, которая его вытащила, и он живет, и цветет, и... А еще она растет одна-троих детей, я вообще не знаю, как она это делает. Супер-супер-хумен. Созвонились, и до боя он позвонил, все ли нормально, все хорошо. Я говорю, все нормально, все хорошо, вот тебя ждем. Вот я уже там думала, мы будем праздновать его победу, там, я говорю, пошла в магазин, это все накупила, там, буду готовить, жду тебя там после боя. Мы соберемся, друзья, да, созванивались. Ну, постоянно, конечно, до взвешивания, что он наденет на взвешивание, я ему должна была подобрать его шорты. Он там, какие, чего одеть, он всегда, как бы, советовался, что одевать, всегда со мной. Да, и вот мы и говорили. Ну, я ждала его, что он приедет, там, через день-два с друзьями, мы будем отмечать его победу дома. Знаете, всегда упор ставил на драку, на силу удара, ну, технически, может, я проигрывал, да, но физически и попадал я, не бывало, что нокаут делал, и таким образом я выигрывал. И дальше мы начали корректировать, ну, уже, естественно, технику, защиту, там, до сегодняшнего дня, которые появляются ошибки моих защитий. Я все равно, все равно пренебрегаю эту защиту и как-то начинаю что-то откровенничать. Ну, конечно, это неправильно. Мы не верим в это, как говорится, да, но я была в магазине, даже покупала продукты, все, готовилась, и вот у меня, у меня в руках такая, взяла большую такую кастрюлю стеклянную, и она у меня просто упала, с руки сломалась, такого у меня никогда не было. Ну, как бы, это приметы мы и не верим, да, но я так испугалась, думаю, почему так стало интересно, потом говорю, ну, ладно, к хорошему. И ушла, и вот потом я смотрела бой его ночью, получается, и этот, так, когда бой, у нас ребенок спал, она начала плакать, капризничать, не давала мне нормально смотреть, и вот, ну, и бой, это уже другая история, как я смотрела, и, ну, я в первом раунде что-то у него, когда его показали, вот даже можно пролистать, наверное, его бой, посмотреть, вот первый раунд, его лицо показывает, там уже как-то, что-то, ну, я вот сама себе, сама себя просто как-то спросила, я помню, так, этот момент, маг, что с тобой, почему-то такое лицо потеряно, а я знала, что он никогда, у него нету мандража, он никогда не мандражевал, а тут его лицо, как бы, меня чуть напугало, что что-то не так у него, и он в первом, получается, раунде, ведь и сломал, и палец себе, и вот голова у него, это стало уже с первого раунда. Пытаясь вывести из себя мага, но он очень спокоен в этом отношении, так его точно не вывести. Мага уже говорит о том, что его беспокоят. Гематома. Во время этого поединка, он после второго раунда, ну, видно было, что-то не то идет, и, ну, он сам спрашивал тоже, ну, типа, как там, мою щеку посмотри, типа, ну, брату показали, брат, этот тренер, ну, там, врач поднялся, посмотрели. Вроде сказали, ну, все нормально, он же очень сильный, он никогда сам, как боец, никогда не будет сам останавливаться, наши бойцы его, знаете, никто не будет сдаваться, он никогда в жизни не проигрывал, этот бой остановили, он этого и не хотел, наверное, и, ну, я думал, врачи тут есть, угол есть, пусть они решат, ну, я не залез, честно говоря, ну, был такой сомнительный момент. Ну, да, после второго раунда, когда он случайно что-то, получается, локтем попал, и уже у него, как врачи говорили, с этого раунда у него уже кровоизлияние началось со второго раунда, он с этим состоянием, он дрался до конца уже 12 раундов. Субтитры делал DimaTorzok И да, он до последнего дрался, у него, конечно, лицо было в таком плохом... Положение, и он, я, получается, стала звонить к нему сразу, писать, я стала ему смс-ки, как бы, типа, не переживай, это бой, главное, что ты есть, там, мы тебя любим, твой бой, это ничего, главное, что ты здоровый, приезжай домой, мы тебя ждём. Ну, как бы, поддержки, слава поддержки, да, какие бы это от жены. Но он не отвечал, конечно, он так и мне не ответил на мои сообщения, мы позвонили к нему на телефон, он не поднял, его мать была со мной тоже, кстати, и, по-моему, брат, что ли, позвонил, не помню, кто ты точно. Мама, мать успела переговорить с ним, он сказал, всё нормально, мама, и всё. До меня не дошло, как бы, он у него забрал, он ему было плохо, и... Ну, я так и не услышала его после боя. После, в раздевалку с Магомедом вместе, брат пошёл, и отец был, там, менеджера, кто на углу был, тренер, они зашли с ним в раздевалку. По их словам я спрашивал, что там, ну, они сказали, что, они там же уже просили МРА сделать, ну, Магомед, отвезти обследование. И там, там же врачи сказали, да, у тебя нормально всё, в Майами полетишь, типа, там сделайте, ну, зайдёте провериться, к врачам туда сходите. И думали, ну, всё нормально, так он нормально, ну, особо ничего заметного не было так сильно, когда уже вышел. Так, просто, ну, раздевалки тоже, они где-то, как минимум, после Магомеда бой был Головкина. Этот бой прошёл, и инспекторы тоже убежали, по их словам, уже к этому, Головкин бой смотрит, последний. Потому что там, ну, у них свои моменты говорят, ну, там, перчатки забрать, это, то, ленты, чтобы забирали. И к ним мы побежали, и маге особо внимания не уделили. И мага вышел с Магомедом, да, с Абусаламой, с его братом, и кто-то, ещё менеджер. А менеджер тоже особо не вышел, не было его видно. Они вышли вместе, я говорю, Магомед, чё, всё нормально? Я с ним уже, толпа была, а спереди там одна толпа, одну с Магомедом, я спрашиваю, видно, ну, уже заметно было. Я говорю, у тебя всё нормально? Да-да, он капюшон тоже накинул, ну, он такой был, чуть-чуть не так себя вёл. Я говорю, у тебя всё нормально? Он говорит, да-да. И я вижу, ну, там, плохо ему стало, я говорю, хоть чё хочешь, ну, вырвать где-то. Вот я отвёл его за, где Медисенс Киргарден, за этим уголочек, он там вырвал тоже, и я говорю, быстро, скорую вызывайте. Говорю, там, тут пацаны начали суетиться, одни звонили там, и прямо перед Медисенс Киргарденом стояла машина, скорая помощь. Я подошёл, я говорю, вот так с боксёром такое случилось, давай быстро отвези нас. Ну, они не взяли, потому что мы, говорит, ждём вызова, типа, ну, мы тоже, говорит, звоним и заберите. Вот точно боксёр случилось с ним, очень плохо. Ну, они не взяли сам Магомеда, и одни там такси поймать, пытаются после боя, как бы, полный ажиотаж, там, каждый ловит такси, там, все забитые, и особо не было. Такси тоже, я уже не знал, минут пять прошло, наверное, ну, так это быстро было, и я, у меня машина стояла на стоянке. Я говорю, я за машиной поеду быстро, и всё равно вы пробуйте такси поймать. Я уже подъехал, они в тот момент уже садились на такси, там, может, брат был или кто-то был, и там его родственники, ребята были. Посадили, уехали, и мы за ними. И как раз я отезжаю, этот Борис, по-моему, был, и ещё один друга я посадил, Борис Гринберг, менеджер этого. Магомеду, я говорю, садитесь вы тоже, там нужен будет менеджер, он же вопрос решаетесь. Говорит, вопрос садитесь, я его быстро посадил, и мы за ним поехали. И уже там, в больнице тоже, в больнице Манхэттене, тоже уже не принимали Магомеда в эмерженции. Выговорит, чтобы эмерженции принят, вы должны на этом, на скорой помощи заехать сюда. И они у нас время заняли, не знаю, там минут 10. И я вижу, Магомеду плохо, он вышел на улицу, они не принимали, там ходят. А уже когда менеджер, я говорю, ему плохо, давайте, перед ним уже плохо стало. Тогда они забрали внутрь. Уже внутрь, дальше нас не пустили. Эй, дальше нас не пустили туда, в больницу. Они забрали, уже сразу начали аппетитировать. И тот, помню, врач был один индус, до сих пор я с ним на связи, когда какие-то вопросы бывают, очень хороший врач был. И я до сих пор спрашиваю с ним моменты, он говорит, надо было, говорит, ну минут 15 раньше туда попасть ко мне, он мог бы на своих ногах выйти. Уже поздно было. Ну да, я ему писала, я ему писала, писала, я ждала, он мне ответит, ответит. И я вот писала, звонила брату, всем друзьям, дайте мне телефон, я хочу просто его услышать голос. Они мне говорили, он спит, его усыпили, он в больнице, он заснул, ему дали снотворное, подожди, подожди, он не может, он это, то и все, и никто не передавал телефон. Получается, ему стало плохо, и он уже был отключен, он не мог говорить. Но они мне не говорили, что насколько это все серьезно, они просто говорили, там, он заснул, у него чуть травма, у него там голова болела, то и все. Как бы на таком держали меня весь вечер. И только вот утром я узнала. Я всю ночь не спала, читала все новости, думала, что там в новостях выйдет. Вот ау-боксинг.ру, да, это, или кам, там, не помню. Вот я туда за США, и вот, да, утром я, да, этот, утром я прочитала, что этот, в искусственной коме, вот оттуда только я узнала тогда еще. Ну, никто не догадался, просто в тот момент, и вызвать, надо было просто вызвать 911 у нас. Если бы они вызвали, бы такого бы не было. Ну да, у нас часто вот так мы заходим, то тут, то в парках, мы летом очень часто собираемся тоже, потому что этот, все дома в основном, на улицу выходим, потом у нас друзья с детьми есть, мы все с детьми там играем, чего-либо. Просто когда зима, чуть тяжеловато, и колясками как бы заходить, много чуть места нужно. Ну здесь как будто бы так чуть легче отношения выстраиваются, да, между людьми, ну я так, если в целом Америку брать. Ну, смотря с кем, наверное, больше, наверное, все равно вот русские с русскими. Вот с американцами, прям так, чтобы близко сказать, у нас кто есть, вот американцы? Такого прям, по-моему, нету. Все равно как бы со своими больше, наверное. Все, у каждого свой менталитет, чуть-чуть тяжеловато, наверное. А тяжеловато из-за чего? Ну, даже вот, например, американцы, мне кажется, иногда наши шутки могут не понять, они могут подумать, мы там, а мы же любим шутить, у нас свои приколы есть. Даже вот у нас грузинка работает, мы с Майгой своими шутками шутим, смеемся, она скажет, на чем вы смеетесь так сильно? Да, да, орехи тоже поломаю. Вы знаете прикол, орехи тоже поломаю, наверное, не знаете, но мы вам включим. Вот с этим приколом мы с Майгой постоянно говорим, где мою девочку увидел. И он мне продолжает. И она такая на нас смотрит, Марина грузинка, почему вы, как раз, над этим так сильно смеете, что там такого? И вот мы, короче, рассказывали, что это такой прикол, и это очень смешно. Мы включили ее, но она, по-моему, так и не поняла, да, Магнац? Я начала звонить, я говорю, я хочу прилететь. И мне говорят, подожди, говорит, отец сегодня проедет туда, а ты тогда вылетишь. И вот я, ну, что я могла делать? Мне как-то весь мир перевернулся перед глазами, уже кома. Я понимала, что это что-то очень серьезное значит с ним. И вот я ждала, пока отец приедет. Быстро собрала свой чемодан. Отец прилетел вечером, и я вот вылетела с моей маленькой вот как раз потематкой. Ей было 10 месяцев. И мы вот вылетели сюда, в Нью-Йорк. Первый раз я пролетала в Нью-Йорк. Я только не была до этого, пролетела. И меня встретили вот друзья, друга с женой. И, говорит, типа, этот, приехали в больницу. Ты, говорит, пойдешь его увидеть, только, говорит, ну, не шуми, не плачь, там, не истери, потому что он спит. Он может тебя услышать, если услышишь, чтобы ему плохо не стало. Ну, честно говоря, я в тот момент не плакать ничего. Я просто зашла, и, знаете, вот когда ты не понимаешь вообще, что все это происходит, как в фильме, как в каком-то плохом сне, я не знаю, я зашла, он лежит, он весь такой отекший после операции. Это его лицо, его не узнать, он спит. Я просто потрогала его руки, и мне, как бы, и вышла оттуда, пошла в эту уборную. Ну, и там уже, конечно, мне ревело, что как мы мага, такой сильный мага, и как он может так вот лежать, кто будет защищать нас, если он лежит. И, как бы, ну, да, там много эмоций и нехороших мыслей, конечно. Ну, это было, конечно, какое-то, не знаю, как это назвать, это не как в фильме все происходило, наверное. Ну, не верится, не верилось мне, что мой такой сильный мага, который я собиралась прятаться за спиной, тут сейчас лежит в коме, вокруг него лёд, потому что температура поднималась у него отёкший, он на себя не похож, вообще другой человек. Просто как-то забрали моего мага вот на бою и дали другого, да. И вот, было не очень хорошее, и мысли были плохие. И я на тот момент, честно говоря, забыла, что даже у меня есть дети, я думала, если что-то с ним встанет, я вот пойду, вот, пойду какой-нибудь мост и прыгну, вот, я не хочу жизнь эту вообще. Ну, у меня чуть, как говорится, замыкание было. Если бы, наверное, что-то случилось, может, что-то, ну, могла сделать, не думала, не думала на тот момент ни о детях, ни о семье, как бы. Вот, у меня мага, мага, у меня мага. Но Всевышний, как говорится, даёт испытания и также силу, наверное, нам. Там меняются мысли, как бы он потом о хорошем опять, потом опять заносил в плохое. И вот так уже 9 лет. Я думаю, я помню, вообще, на нём, когда это произошло. Я всегда смотрела previous fights, или, наверное, когда я могла, и я хотела смотреть это, потому что, вы знаете, это мой папа. Я хотела, чтобы, ну, мы всегда с людьми, всегда с людьми, всегда смотреть, и, видимо, это было интересно. И это было меня, мои родственники, мои бабы, и мои мамы. Но это было поздно, и я был, как, 7 лет. Так они мне отправились на уйти, и я, конечно, была удивлена. Но я вспомнил, я вз�нула, и я была очень рада, потому что, вы знаете, потому что, ну, мой папа всегда был такой, вот, он, как, он, как, он? И я, как, он, как, он, как, он, как, он, как, он действительно поменялась. grandma like her face like stressed out and she was like holding her hands and she was like looking down she was like walking across the hallway and I don't know like I kept asking like did he win did he win my mom was stressed out like my grandma wasn't answering like I didn't know it you know I was young and I don't remember us leaving Miami but um I do remember times in the hospital I guess I never really like fully thought about it because saying like oh I knew he was getting to get better it's like I had that idea but I also like in a way want to say I knew it would take a while you know seeing a situation and I mean the time at the hospital it was like it was 10 months that's how long he was in there but we would go there often my mom more than everyone you know and me and my sister we would play games in his room we would leave the room and there was this even like a little section like we would find this hallway and like we would sit on the couches and you know just try to entertain ourselves we were still like oh seven eight years old and my sister my younger sister was like four or five maybe you know just finding something around the hospital to do and I guess there was this time we also had this one lady who was taking care of my dad and I don't remember what the conversation was about but then she's like your sisters need to realize your dad isn't gonna get better like he used to be and I feel like that's even though like I guess I knew I never really actually like focused on the fact yeah I never actually like it never came to mind like wow like this is permanent like he's not gonna stand up again and I guess it really hit me like right there in the moment and that's when I actually like fully like just faced the idea faced the fact and just kept going on with my life because I used to ask my mom too when I was younger about like oh is papa gonna start boxing again is he gonna do this and I'd ask him sometimes he'd say yes sometimes no and you know it was like I guess I just got used to it over time ну как бы они говорили что когда мы спрашивали ой когда он откроет глаза оказывается они думали ой вы чего он даже выживет мы не знаем как бы выживет не выживет еще не ну они думали он умрет и я все время у меня был тогда английский тоже плохой я как бы школьный английский да и нам переводили мне все не переводили опять-таки друзья потому что боялись что я там все начну и как бы сейчас потихоньку бывает они кто-то вспоминает вот так говорит говорили вот так делали а мне говорили чуть по-другому они но я помню что врач сказал первый раз он сказал и он говорит его подключил айви к еде как бы если это будет организм принимать это хороший признак что значит есть что-то за что можно зацепиться я помню когда они сказали типа да организм принимает еду и мы вот это было для нас такого значит вот нормально я думала сейчас вот месяц-два он встанет и мы едем все нормально будет так какие надежды были а потом уже потихоньку там больницы в реабилитационный центр и там неврологи так говорили как бы когда я говорю а вот когда он там будет говорить когда он это когда то они такие типа говорить он как бы он не будет говорить он не будет думать он не будет чувство любви у него не будет он не будет видеть как бы они не такая как это как не знаете сразу представляешь, а как жить? Не видеть, не говорить, а как мы будем общаться? Мне нужно общаться. Я всегда, я люблю болтать с ними, ну, любила болтать и до сих пор мы должны говорить. Каждый день мы говорим о любви, как любим друг друга и тут как это? Для меня было это таким этим. Я начала сама с ним тоже заниматься и начала показывать видео врачам, что они не правы, что он думать начал, что он начал когда говорить. Слышала только я его. Мне кажется, врачи на тот момент думали, что у меня уже чуть сама крыша головы не в порядке, потому что я сказала, я говорю, я слышала, он говорит со мной. Они такие, типа, говорит и они не слышали. А я, он так тихо говорил и я не знаю, как бы, но я его слышала. Я начала, я помню, танцевать вокруг его кровати, ты говоришь, ты слышишь меня, ты говоришь. И они пришли такие, типа, в чем дело? Я говорю, он говорит. Они такие, да, типа, окей, говорит. Они думали, я уже прижил. Ну, вот сейчас видят, говорит он. Даже когда он был в реабилитационном центре, врачи приходили стабильно, говорили, он никогда не будет разговаривать, никогда не будет даже двигаться, как он сейчас, и так смеяться, он даже зрение потеряет. Ну, ничего хорошего не говорили. И всегда, благодаря Всевышнему и его жене, она всегда говорила, он встанет на ноги и будет разговаривать. Вы откуда знаете? Ну, это Всевышнему зависит. Вот вы видите, какой результат на сегодняшний день. Ну, когда человека каждый день видишь, ты не замечаешь, что он восстанавливается. Ну, на самом деле, хороший, он нормально восстановился, можно сказать. Он шутит, общается, с семьей выходит. Парк, когда у меня получается, я забираю их, ну, там, куда они выходим, гулять. У нас свои шутки. Ну, так же, как общались, общаемся. Мой маме сидел и В phải религию со своей культурой. Но теперь у меня асшатся поскольку возраст поможет Но после этого ситуации, я думаю, что мои глаза открыли больше. Даже сейчас, я чувствую, что я становлюсь больше младше от меня. И это просто большая responsabilность для меня для того, чтобы я занимаюсь своей семьей. Я не могу так далеко от них. Даже если я так обманываю, я не могу. Я не могу. Я не могу. Это responsabilность, ты знаешь? Я занимаюсь об этом. И я, в моем сердце, сейчас 10 лет, И я думаю, что другая, она становится 14. И я думаю, что другая, она становится 6, максимум. И другая, она становится 11, 12. Это как я смотрю от них. И я знаю, что я использую это. И я думаю, что в новом стране, я думаю, что вообще понимает, как все дела здесь происходят, и даже в школе. Потому что в школе здесь очень разнообразно от того, как это было в Дагестан. И моя мама даже не понимает, знаете, вообще процесс этого процесса. Так что я, как я учусь с моими друзьями, и учителями, и люди вокруг меня, даже друзьями, они очень помогли мне. И, как, что я должен делать в школе, как я должен делать это, 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 это. И я просто рада, что я испытываю это, чтобы я могу помочь моим сестрам через процесс. Я, как, для них американский род. Это нам писали в начале, когда сучилась с Магой. Очень много американцев. Ну, может, не только американцы, там, наверное, есть русские. Кто узнал? Это вот наш пазл. Давайте сюда. Они писали много писем. Может, это даже и не все, немного написали на почту, на e-mail. Вот, видите. И тут, на самом деле, пишут такие, ну, приятные слова. Мне, вот, читали один здесь с дочкой. Люди, которые нас знать не знают, представьте, вот так писать письма, насколько, насколько хороших людей у нас много есть. Есть все-таки. Очень много. О, смотрите. Я уже рассказывала тоже, наверное, ну, вот 8 лет нам подряд, каждое воскресенье отправляли молоко, молоко, апельсиновый сок и яйца. И вот они отправляли каждое воскресенье к нам. Представьте, вот чужие люди, они нас знать не знают. И когда мы дозвонились до них, ну, сказать спасибо. Мы там пытались, что-то рисунки дети рисовали, отправляли, они забирали. И мы дозвонились. Я говорю, давайте приезжайте к нам в гости. Они, как бы, спасибо, оттуда все. Ну, говорит, типа, этот... Я говорю, ну, и мы спрашиваем, а как вообще? Они говорят, ну, вот, говорит, наш отец это начал все. И сын сказал так. И я, говорит, хочу просто продолжать. Мы, конечно, пожелали ему всего, чтобы все это вернулось во много раз больше. Но это... Ну, они... Мы так и не увиделись. Но бывало, что так позвоним, еще раз спасибо, еще раз этот... И вот недавно, когда мы переехали, я сказала, я говорю, мы уже переехали, говорю, и давайте я буду оплачивать тоже. Они такие, если, говорит, ты можешь оплачивать, ну, как бы оплачивать, то давай. И так я позвала их в гости опять-таки. Ну, как бы они, знаете, американцы, наверное, тоже сходить им неудобно. Может, я их не видела. Ну, да, есть такие. Потом был один пенсионер, свою пенсию отправлял к нам. У нас даже он до сих пор есть на связи, дочка им его пишет, он скидывает фотографию с собачками. Мы ему там попугаев скидываем. И вот он с пенсию, представьте, человек отправлял, 500 долларов мог отправить. С пенсии человек. Есть такие тоже хорошие. Много. Сон такой, то что вот не забудешь никогда. А так есть много людей, которые даже и вот я не могу, говорю, постоянно говорю об этом. У меня дети ходили в авторскую программу. Это послешкольная программа. И там как бы тоже, это же ведь платно, это Америка, тут большие как бы, ну, расходы большие, это дорого все. И, ну, у нас не было возможности платить. И я говорю, у нас, говорю, нет, говорю, возможности такой сейчас платить. Может ли мы к ним ходить, а потом мы заплатим, как будут деньги. И вот директор вот этой программы, он согласился, он все сказал, конечно. И когда вот спустя год-два они еще ходят, и мы не платим. Директор вот этого вот в АМС, он говорит, типа уже сказала, типа менеджеру никто. Типа уже хватит, они ходят и не платят. А в этот день как раз у меня дочка старшая, у нее был проект. Она писала, может даже надо найти у нас эти, я храню детей рисунки. Там она нарисовала перчатку, папу, всю нашу семью. И вот она написала, как все это случилось. И этот вот Артур зовут этого мужика. Он взял вот эту бумажку, не бумажку, а этот проект на бумаге отнес. К этому менеджеру показал, смотри, говорит, как ты можешь им отказать. Это дети, у них папа в таком состоянии. Он прямо, говорит, в таком этом. И тот сказал, окей. И вот мы ходили, и как мы уже, когда выиграли суд, мы уже все заплатили, конечно. И вот до сих пор я хочу позвонить еще. В этом году уже дети не пошли. Просто поблагодарить человека. Мы помним, кто нам делает добро, мы всегда помним и благодарны, конечно. Есть много хороших. Есть много хороших людей. И как они полностью действуют на это. И даже их комментарии на моем инстаграме. Некоторые из них очень сладкие. И я люблю это. И все, которые мои мамы еще говорят, из-за донаций после моего папа. Я очень благодарна. Это настоящая блестка, что эти такие люди еще в мире. Я каждый день к нему ездила. Я села за руль. Научилась ездить, водить машину. Стала кататься. Ну, туда и обратно к нему. Утром туда и вечером обратно. Стала заниматься с ним. Я вот, он только глаза открыл, но он еще не мог двигать свою руку. Нормально, пальцами. Чуть-чуть начал двигать. И тут я вот, когда он глаза открыл, я хотел понять, понимает ли он меня. Пока он еще не говорил даже, это было. Я ему стала показывать разные цвета бумаги. Ну, я хотела понять, он думает ли, понимает ли, соображает ли вообще что-то. И показывал ему цветные бумаги. Я говорю, посмотри на красные, на зеленые, на синие. И он все это как бы глазами смотрел. А я снимала на видео. Потом я говорю, скажи мне, когда он начал чуть шевелить. Я говорю, один плюс один, два плюс два. И он мне начал показывать. Я сняла на видео, говорю, врачу, как может человек непонимающий вот это все делать? Ну, для него это был шок. Он говорит, это вообще какая-то фантастика, это прогресс. Потому что по его мозгу, как бы, не скажешь, что он что-то сможет. Он очень поврежден сильно. Именно та часть, которую думать и которую говорить. И вот я стала с ним вот так заниматься, заниматься. Он стал лучше, двигать пальцами. Я ему начала давать там кружки держать, всякие мелочи держать, чтобы он как бы всякую, как бы заниматься с ним, да. И вот потихоньку врачи стали видеть, слышать тоже. Они, конечно, чуть глаза приоткрыли, типа, как это возможно. И уже после вот 8 месяцев он был в самом хорошем реабилитационном центре тоже. Там нам помогали оплачивать это тоже с России. И Андрей Рябинский это помогал нам оплачивать наш реабилитационный центр. Если бы у него не оплачивали, мы нас бы там не держали. И потом вот после 8 месяцев они, типа, нам нужен другой реабилитационный центр его переводить. И я говорю, окей, давайте смотреть. И мы пошли смотреть, и там такие, знаете, вот, ну ты смотришь и грустно, жалко этих людей даже, которые там лежат, им скучно. Я говорю, а что вы будете делать здесь? Ну какой поинт, что мы здесь будем? Он говорит, полтора часа в день реабилитации. Я говорю, а дальше? Ну дальше он в кровати. Я говорю, знаете что, полтора часа я ему тоже могу дать дома реабилитацию, я его забираю домой. И они такие, как типа? Ну ты не сможешь, не справишься с ним. Он был в очень тяжелом состоянии, плохом. Я говорю, справлюсь. Я не знаю, насколько, какая я там сильная тогда была. Сейчас иногда думаю, как я это все делала? И я его забрала домой. Они были в шоке все. Ну вот даже каждый день, когда я проходила, они думали, что я не прыду. Все время говорили, я не прыду, не прыду в этот день. В этот день я проходила. И потом я его забрала домой. Они говорили там Russian Crazy Woman. Типа посмотрим, что будет. Наверное, она не выдержит, уйдет или он умрет. Вот как бы у них такие были. Но никак то, что сейчас вот так все будет нормально. Они не думали хорошего, ничего. Они не предполагали, что будет. И вот меня забрала домой. Не скажу, что это было легко. Мы учили заново кушать, жевать, пить воду заново. Это был долгий процесс. Но я хочу сказать, мы научились. Сегодня вот, вы видите, у меня он и кушает, и говорит, и смеется, и помнит, и любит. Он у меня, ну, почти все вернулось. Ну, конечно, он другой человек, но он есть. И они в шоке сейчас, когда его видят. Они его видели после, где-то через три годика, четыре мы пошли к ним. Даже и то, три-четыре, ну, четыре вообще-то было, наверное. Мы ходили в эту больницу, у нас был там appointment. И когда они увидели, все прибежали, все медсестры, врачи, все просто прибежали. Они были в шоке. Как это он? Он потому что поправился, такой похорошел. Он был там очень худенький, когда я его забирала. Он потерял много веса. И для них это было, конечно, таким шоком, что он в таком хорошем положении сейчас. Они прибежали все, типа, ой, он так хорошо выглядит, он не пахнет. От него только духи. От него это вот, представьте, настолько для них это было шокирующим, что он говорит. Он шутил, он смеялся, он, говорит, рукой, типа, пожал руку. И для меня это так, я говорю, да, мы это давно делаем. И вот для них это было, конечно, шоком. И врач сказал, ну, что я, говорит, могу сказать? Это как какая-то фантастика. Кстати, один врач, который был в Рузвельте, он говорил, просил нас, можно ли рассказать эту историю. Он, как бы, преподает, видимо, в университете. И он хотел рассказать, как может мозг, насколько он, вот, можно изменить все равно, как работать может начать. Хотя очень поврежденный мозг. Потому что, говорит, это, как бы, история для нас, как, ну, фантастика, типа, такое не бывает. И вот сейчас тоже они, как бы, врач говорит, типа, ну, мы что сделали? Мы дали таблетки обычные, они дают таблетки. А все, говорит, это, говорит, уже остальное дома. То, что вы дали ему дома, семья, любовь вся. И вот это вот и вернуло его. Таблетки он обычные пьет. Нет такой таблетки, что может вернуть мозги обратно. Восстановить, имеется в виду. Просто уже, вот, любовь, внимание, семьи, на самом деле, это, могу сегодня кричать об этом, что это самое лучшее лекарство. Больше, ну, нет, другого лекарства не было. Мы не пьем никакие лекарства. От судороги для крови пьет, и все. Вот, и для сна. Больше лекарств нет. А что, восстанавливайте потихоньку? А вот так задумывались же, получается, дети будут расти немножко в другой среде. Ну, в отличной от той, которая там в Дагестане, в России в целом. Насколько это, ну, не пугает, но, не знаю, вот как интегрировать детей так, чтобы все равно же есть какие-то вещи, которые там, допустим, у нас так себе... Ну да, там как бы легче, да, думаю, что... Ну, честно сказать, не знаю, наши девочки вроде... Вроде как бы... Мне кажется, все равно от дома исходит, что в доме, какая дома культура. Ну, вот они у нас... Все равно наши обычаи, мы... Что вот... Опять-таки, как я говорю, тут американки, дети, они особо дома не сидят, они гуляют, они там не прибираются особо. Они вот... Свое у них. Короче, одним словом, своя культура все равно, то что дома, оттуда его больше учатся. И, конечно, надо смотреть, кто их подруги вокруг окружности. И вот если вот у меня... Нас дети сейчас изучают, получается, религию нашу, ислам, и нам стало намного легче, потому что они уже сами понимают, что можно, а что нельзя. Это помогает очень сильно. У нас старшая, она изучает ислам, она читает Коран сейчас, и она как бы старается больше соблюдать все, да. И тут в школе у нас на рисование, они рисовали людей. И она сказала, я не могу рисовать людей по нашей религии. И ей учительница говорит, а что другие мусульмане рисовали, а ты не рисуешь? Она говорит, ну, это другие, говорит, а я такая. Я не хочу, я не буду. И мне звонили со школы, вот, у меня звонила директор, вот так вот, так она говорит, как вы на это. Я говорю, ну, то, что она говорит, это так и есть. Она не хочет, я не могу ее заставлять, потому что на самом деле у нас религии, ну, нельзя. И он, типа, ну, она говорит, ну, окей, говорит, тогда, что мы сделаем? И теперь все рисуют людей, она рисует природу, там, там, какие-то вазы, что-то такое. Живую не рисует уже. Я уже, в сомнении, когда я была в России, как, 4-й или 5-й, уровень, я учила об前, buen Д億elt motherfair, но не милый, серьезно, и я увидела, все, колею. Но потомoon-то стало electedно более, чем я уже видел, потому что я уже у tokно слышал этоEN Jabод, а яập доп sealed already разочаровалась это этоссон manydir. Я в bridges, когда я соединяю читала, Notice насколько я думаю, как 이유-то это правда, мне кажется, что growing's функцион natural, они которые происходит, я думаю-то нех 01 pardon, И это просто произошло. Нет, это просто произошло. Так что, это произошло. Это произошло, и вдруг это произошло. Вы знаете, что это произошло? Нет, это просто произошло. Это просто accident или coincidence. И я думаю, что сегодня... У меня друзья уже сказали, что я более религиозно. Но я не знаю, я не знаю, я просто... Я начинал пройти больше. И, знаете, моя faith действительно увеличилась. И ты становишься более ярко, да? Да. Потому что ты понимаешь больше. Да, 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 да. Да, 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 да. Ислам действительно открыли мои глаза. Потому что я чувствую, как раньше, я всегда complained. О, это и это, и это. Но сейчас, ты действительно видишь, как и другие люди страдали, и как благодаря они могут быть для того, чтобы просто братье. И, знаете, я просто более благодарен. И я не вижу себя, потому что люди говорят, что ты так религиозно, а если это плохое. Но, я не знаю, это привлекает меня. И я думаю, что мне нравится. Дагестан — это действительно красивая религия. Так... Я буду говорить откровенно. Я на самом деле, даже когда начинал я бокс... Знаешь с чего? Стану ли я чемпионом Дагестана? Стал. Стану ли я чемпионом Зоны России? Да. Стану чемпионом Зоны России? Стал. Потом выигрывал ли я чемпионом России? Это для меня было фантастика. Стал. И вот так профессионалов. И вот так постепенно, шаг за шагом добиваясь результатов. Я тренируюсь, полагаюсь на Всевышнего. И дальше я делаю свою работу. Я опять-таки повторюсь, как Всевышний Аллах хочет, так и будет. И кто долгосрочно помогал, это вот Андрей Рябинский. Он оплачивал огромную сумму денег. Там огромная сумма денег. Это было где-то... Если я не ошибаюсь, не хочу врать, но где-то 60 тысяч долларов в месяц. Он где-то 8 месяцев пролежал там. Он просто так. Он тоже магу не знал лично ничего. Он просто увидел, что такое случилось, и просто помог человеку. Он и вот возле нас по сей день, конечно, Аминуа, вы знаете его тоже, кто возле нас. Он как дядя, тетя, дедушка, бабушка для нашей семьи, брат. Как что сразу дети Аминуле, Аминуа, мага Аминуа сразу звонит. Как бы вот кто по сей день, с первого дня, конечно, который нас поддерживает. И во всем как бы вот он рядом есть, конечно. I guess, like, I see how much my mom stresses out, because she puts everything on her, and you know, how she explained, I remember, because she used to be always under someone's wing, and then when the wing that covered her up and always shield her, like, went away, she had to step up, and she wasn't used to that, so I guess I really see that, and I even see how much she really stood up, like even like personally, like I was there and how like completely like, she's just transformed into this like person, like a butterfly basically, like noun a cocoon and they're like transforming and like being, yeah, uh, and you know, and my dad's my dad, like I love him and, you know, I understand the situation I'm in and there's nothing I can do to change that. And I always have to always be grateful, you know, and it's like, in Islam, in the Quran, I'm pretty sure it says, basically, with challenges and difficulties comes ease. You just have to be patient and be grateful for everything you have, you know? And it's what I feel like every person has to do at this point, because they don't even realize, like, right now, you may be in the United States, like, oh, you have a house, but oh, I want bigger, I want better, I see all these houses in our neighbors. But think about how other people live. There's people who live in tents across the world, like, it breaks my heart, like, I even, like, see it, you know? И, я думаю, просто быть счастливым и быть... И я была в ситуации, в которой вдруг некоторые люди просто уничтожили. Но, я думаю, я просто увидела, как эти изменения и потенциал, которые люди имеют, чтобы становиться сильнее и быть лучшей версией этой жизни, которую они смогли. И, я думаю, я это увидела через мою маму, через мою папу, моей семьей. Это было 2015 год. Ну, тоже уже два года мага в постели. Ну, это было очень тяжелое время. У меня помощницы особо не было каждый день. И у меня ребенок, мои дети маленькие. И в новое место, как бы, я был такой ребенок, который... Ну, я всегда была под кровью своего отца, потом под магиным. И я одна, не привыкшая что-то сама делать. Для меня это было все очень тяжелее и намного, как бы, да. Я как одна в пустыне, знаете, и вот справься там теперь. И вот для меня это было все тяжело. Не только для меня, мне кажется, для всех было бы это тяжело. Но факт то, что вот два года спустя, я помню сентябрь месяц, ну, много мага капризничал, много было. Мы попадали в больницу. Я спала несколько лет нормально, что такое сон я не знала. Я не знала, что такое нормально вовремя покушать. И вот в сентябрь месяце, через два года, 2015 год, я помню моей маме, я что-то плакала в телефон. Я говорю, вот, я говорю, почему так? Мама говорит, ну, потерпи. Может, говорит, что-то Всевышний дает какую-то проблему, а потом, как бы, что-то улучшает терпение. Как бы, я говорю, что может быть лучше того, что, говорю, мой мага сейчас станет. И что может быть для меня хуже того, что уже случилось с моей магой. И я помню эти мои сова, потому что мне мама их потом напомнила. И, получается, 2015 год, этот месяц, в ноябре месяце как раз, 2 ноября было два года, как мага лежит, и 8 ноября я брата еще потеряла. Дайте, пожалуйста, салфетку. И ровно через, получается, два года, в этом же месяце, 8 ноября, у меня этот... Мы были как раз всей семьей в парке. Я любила собирать людей вечно, все дома, чтобы маги как-то веселей было, развеселить его. И вот мы поехали... Собрала всех друзей наших, всех детей. Мы поехали в парк. И вот мы с парка, когда возвращались... Говорят, если у нас группа есть, где мама, сестры, все... Там брат был тоже. И смс от мамы пришла, как вечер как раз у нас здесь, там ночь. Типа этот, говорит... Брат, говорит, аварию сделал. И вот тогда, конечно, вот это было, наверное, самое... Я думала, что самое худшее это было то, что с магой случилось. И мне кажется, вот это самое то, что есть тяжелое в жизни, это вот потерять свою кровь родного человека. И вот как раз... Ну, я начала звонить, что случилось. И вот они мне там не говорили, я не дозванивалась, только зять сказал. Вот, говорит, мы потеряли его, больше его нет. Вот это вот было, конечно. То, что самое тяжелое никогда не забудешь, не проходит и не лечится. У меня был единственный брат, он... Он как раз после меня шел. И вот ему было двадцать семь лет, он попал... Ну, сам сделал аварию, ехал, просто его занесло на скорости, и он умер сразу. Остались всего двое детей и жена. Ну, вот до сих пор вот и живем уже сколько лет без него. Это самое худшее. Поэтому... И мне мама позвонила, вот, что я хотела сказать, и сказала... Ты, говорит, плакала, говорит, думала, что может быть хуже. Смотри, говорит, что Всевышний показал нам, что есть что-то хуже тоже. Ну, вот как раз вот этот момент, я вот до тех пор, пока это не случилось, всегда думала... Ну, забыла, что у меня дети есть, забыла, что у меня там семья есть. Вот я мага, 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 дышала одним магой. И тут, когда это случилось, я чуть-чуть очнулась, что у меня, оказывается, и брат был там, и сестры есть, и дети тут. А я что-то совсем замкнула на одного человека. И я вот... Я поехала как раз в это время на похороны моего брата. У меня были проблемы со спиной, потому что я не смотрела на себя, и я поднимала магу сама. И я себе ущемила там диски. Я не могла вот так сидеть больше двух минут. Я попадала в больницу, у меня от стресса аллергия, всё как бы, да. И я вот поехала в больницу, когда там в Дагестан пошла проверить, они мне сказали, если ты будешь так же его поднимать, ты как бы сядешь возле него, у тебя ноги откажут. И вот, конечно, я уже испугалась, что ещё сейчас, если я так стану возле него сидеть, как, кто, во-первых, мои дети... Ну, я понимаю, там есть родители мои, его родители, но как я своим детям, и как я возле своего мужа, всё равно никто не заменит меня. Я вот тогда чуть очнулась, стала чуть следить за собой, проснулась, что есть у меня дети, что, оказывается, жизнь, она есть, надо продолжать жить и просто чуть радоваться больше, наверное, что есть всё-таки я живу, дети, семья там. И принять вот то, что есть, просто с этим жить. И дети вот как раз на сегодняшний день, конечно, у меня дети — это мой воздух. Как бы я не хочу опять-то говорить, нельзя говорить, конечно, что слишком... У нас говорят, нельзя слишком никого любить, но они вот, моя мотивация, они всё... Вот я ради них даже как я могу сдаться сегодня? Да я весь мир сегодня переверну, но сделаю так, чтобы было моим детям хорошо, и мужу моему, и вокруг родным всем. Надо жить, да? Жизнь продолжается, вон, солнце вышло. Я радуюсь, например, когда солнце уходит, когда снег идёт, я тут танцую, хожу, бегу на улицу как ненормальная. Как бы радоваться, что мы ходим, что мы кушаем, что мы дышим, что мы видим сами. Смотря тем более на вот мою бумагу, он не может встать, пойти. Я могу встать, выйти, посмотреть на улицу, походить. Не, надо радоваться, конечно. Принимать, конечно, это проблема, это тяжело. Принимать, стараться решать и одновременно благодарить, что мы есть сегодня здесь. Угона обож么. Поэтому, похоже, я была очень милой, знаете, когда это произошло. Но я помню, когда моя мама, как моя мама, была молья. Она была плечная, она была у удовitrobенной, она была у меня дома для меня. И мои сына, когда он поздал мне это, я здесь66 Smash 1 AT LAT и 2 часAM — это было finals. memory, I remember we were at someone's house, and they had a pet bird, and I was obsessing over, like, oh my gosh, it's an animal. And then I remember across the table, my dad just gave me one glance, I stopped, I backed up, I could not, like, it brought me fear and, like, not fear, but you know, like, it's like discipline to control yourself. And now, I guess, my dad, he's more like the loose one, you know, and my mom, she had to stand Добавляясь, как и так, как и так, как и так, как и так. She's confident and bold and, you know, she's still a mom, obviously. But, you know, it's like she's become more confident. She's filling in the steps of two parents almost, and she's doing her best, so you've got to appreciate that always. How much money do you have to pay for? To be honest, if you live in America, I wouldn't say that. It's a huge sum. Because there are a lot of, who, sometimes I read comments, and have a lot of money that they pay for, and they will be happy. But, no, 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 no. And, on the real, as it is, these money won't be paid. They, you know, they're wise to you, in America. They, they, in the first place,, their own pieces. They, in the first place, they buy, there, 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 about, 35% they just bought. They, there, there, there already, there's a lot of money. They lost all $7,8 million. And, of course, the money was already paid. They were already paid. They were linked, with normal pain. Again, there, there, there was noia. They needed to pay for it. They needed to pay for it. потому что не хотели, когда суд выиграл, эти адвокаты посоветовали, это вернули. И много расходов было. Закрыть надо, пришлось им. И дом себе они купили. Да и Магомеда тоже огромные расходы. Ему страховка не делает Америка, потому что они знают, что он сильно получается на лекарство больной и не хотят на него страховку делать. Они все медицину покупают. Я никогда не лазил в их финансовые вопросы. Я всегда говорю, я ничего не знаю, чем могу помогать, а так мне это неинтересно. А так, как я слышал, как я знаю, около 20 тысяч долларов у них чисто на Магу. Каждый месяц есть расходы до сих пор. Эти деньги улетают, можно сказать. Когда серьезного дохода нет, то небольшая сумма, я бы сказал. Лучше иметь здоровье, чем эти деньги. Честно, я сказала, не нужно судить. Мага сейчас встанет, и мы уедем. Ну, я, во-первых, не поняла, насколько все серьезно это. Я не понимала, что это вот навсегда вот так. Я думала, несколько месяцев он встанет, и я подумала, знаете, ой, судить сейчас мы будем, злить этих людей, вдруг они нам навредят. У меня такие мысли, я же не знала. Тут у нас, что, как, все по правилам, все тут прям по законам. Я как-то по-нашебскому думала, что вот навредят они нам. Я говорю, я не хочу ничего, не судите, оставьте. Ну, как бы, все-таки подали в суд все, и они когда разговаривают, что-то, вот я как бы, знаете, они свою работу делали, мне было не до них, мне было неинтересно, как их там идет весь процесс. Я как-то более была зациклена на бумаге, и даже потом, когда мы выиграли, адвокат мне говорит, а ты, говорит, даже нас не слушала, не верила нам, как бы, ну, мне не до этого всего было, особенно в начале, там, что суд, не суд, как бы, что-то. Я не верила в это, что вообще здесь выиграть можно, невозможно, что мы так долго останемся, что это все так дорого. Как бы, я тоже не предполагала это все, насколько все серьезно. Это сейчас я понимаю все чаще всего. Процесс весь шел лет пять, что ли. Четыре с половиной, пять, по-моему. По-моему, пять. Да. Это долгий процесс тоже был. Где-то так, по-моему, если я не ошибаюсь. У нас были долги в больнице, там, пятьсот тысяч долларов, триста, двести, сто, там, большие долги. Потом у детей в школе авторскую программу, у них были тоже там были долги, нас приняли, что так, потом заплатить. Потом у меня помощница, которая мне могла чуть помогать. Ей мы не платили тоже, чтобы выплатить потом, после. Долго была, ну, большая сумма долга была у нас, конечно. И потом мы брали, на жизнь тут мы брали из банки. Адвокат как-то сделал, чтобы банк нам выдавал еще деньги на тот момент, что мы им вернем потом. И вот нам банк давал какие-то деньги на жизнь, на каждый там день, имеется в виду. И все было, ну, долги были, везде были долги, потому что, ну, во-первых, таких денег у меня не было, ни у него не было, не успел заработать. А деньги, сорок-пятьдесят тысяч долларов заработанные, это тоже не деньги на тот момент, это одна операция, там, сто тысячи, смотря какая, чего. Как бы здесь прожить, ну, очень дорого. До сих пор мы оплачиваем все. Лекарства, все. Субтитры сделал DimaTorzok У меня уже готово, один чудов и лекарства, так что уже скоро на стол. Спасибо. Потащите. Давай! О, молодец! Ура! Пасимат выиграла! Выиграла! Нет, папа выиграл. Нет, Пасимат выиграл. Ура! 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 Ну, спасибо, кто же сильный, да? Да, она сильная. Я в детстве с этим занималась, оставила руки со всеми. Папа мой звонил друзьям, говорю, у меня дочка выиграет своего сына. Так, давайте так и увидите. Мы ходили в гости и мы ставились. И даже у нас было не по 10, а этой девочке 11, мой папа и ее папа, типа, кто выиграет? Он говорит, моя, нет, моя. Давайте скоро. Тогда еще деньги были миллионы и тысячи. И они по полтора миллиона ставили, типа, три миллиона выиграет тот, кто выиграет. Теперь, короче, мы поехали на собачьи бои. Там много людей. Ну, все много собачьи бои. Короче, нас посадили. А, собачьи бои закончились? И тут, короче, девочки были в старости. Все собрались. Мы на застоп, посадили все на нас. Короче, нас посадили в клинику, где собаки драли. Ужас. И я выигрывала, конечно. Конечно. И у меня дядя на руки там, и все такие, ну, дядячик-то. И все мне деньги тоже дали. Я такая довольная, 10 лет. Я столько денег собрала, пока еще вы. Эй, Эй, ты за руку сломаешь, аккуратно, Патихан. Папа, вот ты тоже. Вот ты тоже трекаешь. Куда ты лапишь, папа? Патима, ты сильно не напрягайся. Я руки не убиваю. Патима, ты за стол держишь сзади? Да. Надо держаться вот так. Ура! Ты лучше побоксируй, папа, в лапу. Покажи, как ты боксируешь. Папа, держи лапу. Моя рука сейчас пиады. А, пресс? А, аменуле, 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 аменуле. А ты, вот, лапу подоживай. Папа, держи лапу. Папа, держи лапу. Нет, здесь мандарин еще и виноград. Можно? Давай. А на куда я еду? Сейчас. А она сейчас тоже. Нет. Подобно тебе. Вот что? Вот это нельзя. Вот это тоже. Вот это как раз подойдет к рукам. Вот это не. Ахахахаха. Может это? Ты у нас их сделала. Сделала фотографии? Ага. Ага. Это у них своя любовь. У них всегда вот так. Когда она была маленькая, она вообще с его кровати не выходила. Вообще не выходила. Когда он болел. Немного видела. Она маленькая. Папа, папа. Кто-то может пытался говорить, а что ты замуж не выйдешь? Типа, а что ты это? Ты же молодая. Тра-ля-ля. Кто-то моему даже отцу говорил, забери свою дочку. Ты хочешь, чтобы она вообще там. Но, во-первых, мой отец никогда мне такое не скажет. Он мне говорит, сиди со своим мужем. Потому что папа мой очень любит магу. Он его всегда очень любил. А мне такое скажет, ну... Ну... Я говорю, ну выходите замуж. Я вам почему? Я уже вышла замуж. У меня трое детей. Как бы... Нет. Сегодня хоть мир подарят. Я бы не смогла его сдать. Ну как я буду без него, baby? Он же умирает, когда меня дома нет. Он звонит. Я звоню. Я в дороге звоню к нему. Слушаю какую-то песню о любви. Я говорю, включите папе эту песню. Или вот видео на днях скинула, как я ему пою в дороге. Я то говорю тебе. И он мне обратно там. Мы даже в дорогах песнями скидываемся друг другу. Ну как бы... Пап-пап. 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 А вот так и... Ахахаха! Уууу! Апаха! Мы любим! Снепарный, да? Приправ! Снепарный с чесноком Будете это сюда отправлять Снепарный 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 Спасибо Снепарный 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 Ая, ты как наш мама сядет Утопаем Снепарный Снепарный Давайте все на стол А что? А что? Вот пока задержишь А, ты лучше сводкать, да? Давайте я сводкаем Снепарный Снепарный Ага Если бы я знала, что мы сегодня так собираемся Я бы сейчас еще в рыбоку Я бы еще в рыбоку Больше чего-нибудь еще Еще в рыбоку Так что давайте садимся Мага, смотрите, как стырялся Он где-то голодный, хуже хочет Он где-то голодный Он где-то голодный Я бы еще ничего не должен Он где-то голодный Он где-то голодный Как стырялся Он где-то голодный